Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Я просил набрать 3000 лайков на прошлом выпуске, чтобы я выпустил вторую часть. Что ж, вы набрали 3000 лайков, а значит, держите вторую часть. Давай наберем на этом видео 2-3 тысячи лайков, как обычно. Для меня это будет самой большой мотивацией делать контент дальше. В конце концов, пропускать через свою голову столько информации и выдавать лаконичные концентрированные видеоролики, признаюсь, не так уж легко. Поэтому твои лайки мне очень помогают. Кстати, перед тем, как перейти к контенту, не забудь написать в комментарии свои любимые альткоины. И если можешь, краткий комментарий, почему именно они. Думаю, людям будет интересно почитать. Сделаем, так сказать, народный топ альткоинов. Итак, топ-5 альткоинов, на которые стоит обратить свое внимание в 2023 и 2024 годах. И помни, это не финансовый совет, а всего лишь образовательно-развлекательный контент. Всегда делай свое расследование. Первый альткоин – Мина или же Мина Протокол. Почему я обратил на нее свое внимание? Да потому что она отличается от всех остальных блокчейнов. Дело в том, что Мина – это самый легкий блокчейн. Всего 22 килобайта по сравнению с сотнями гигабайтами, которые весят остальные известные блокчейны. Еще одним отличием Мины является технология ZK на базовом уровне, которая уже встроена в блокчейн. Эта технология позволяет масштабировать блокчейн. И да, это те самые ZK-решения масштабирования, которые долгие годы пытаются внедрить Ethereum. Вот один из основателей Мины – Эван Шапира. И в этом подкасте он рассказывает о том, почему более легкие блокчейны имеют значение. И почему за Мина стоит следить на длинной дистанции. Давай послушаем. В чем преимущество блокчейна размером 22 килобайта? Потому что я знаю, что это очевидно – одна из тех вещей, которая является преимуществом Мины в глазах людей. Как вы думаете, в чем практическая польза? Можно на это посмотреть с долгосрочной или краткосрочной точки зрения. Краткосрочная перспектива – это когда вы, как пользователь, используете приложение, подобное тому, которое я только что упомянул. Вы можете получить полный доступ к блокчейну Мины полностью беспристрастным способом, без необходимости доверять каким-либо посредникам. Это действительно дает вам полную конфиденциальность и работу от пользователя сразу к пользователю. В долгосрочной перспективе, однако, меня больше волнует то, что это может означать для централизованного будущего криптовалют. Я представляю, что эта технология легкого блокчейна может быть использована для того, чтобы блокчейн всегда оставался чрезвычайно доступен для всех. И через 5 лет, когда все остальные блокчейны станут в 5 раз больше, в 5 раз массивнее, чем сейчас, и доступ к ним будет гораздо сложнее для рядового пользователя, Мина по-прежнему будет очень легкой и доступной без ограничений. И я думаю, что это то, что является преимуществом сегодня, когда мы думаем о том, как трудно пользоваться некоторыми большими блокчейнами уже сейчас. Но эта ситуация для них будет ухудшаться, поэтому нам не понадобится какой-то способ получать децентрализованный доступ к экосистеме. И таким способом является Мина. Также, ребята, в Мине мне нравится функциональная совместимость с другими блокчейнами. И такая же функциональная совместимость мне нравится и в следующем альткоине, в полигоне. И вот совпадение. Мина протокол идет в полигон. Мина протокол и полигон работают над созданием моста, который позволит разработчикам, создающим приложение на полигоне, использовать конфиденциальность и верифицируемость с помощью протокола Мина на основе решения ZK-SNARK. Это решение для масштабирования. Хочу быстро выделить. Хочу быстро выделить основные моменты из этого видеоролика, в котором полигон подытожил результаты 2022 года в удобной для восприятия форме. Итак, за прошедший год полигон сделали очень много всего для массового принятия своей криптовалюты в играх, DeFi и даже предприятиях. Создали партнерство с Disney, Facebook и со Starbucks даже. Провели более 960 миллионов успешных транзакций. Создали Magic Eden NFT-площадку на полигоне. На полигоне было запущено большое количество различных смарт-контрактов. По словам команды, это 778 тысяч смарт-контрактов. Robinhood выбрал полигон для создания своего Web3 кошелька. На базе полигон разрабатывается цифровая собственность в играх. В 2021 году полигон достиг сотен тысяч создателей контента и привлек разработчиков совершенно нового класса. Полигон также достиг 200 миллионов уникальных адресов. И кроме этого, самое главное, полигон работает над решением масштабирования эфириума на основе блокчейна PolygonMatic, который называется Polygon ZK EVM. Опять эти ZK ROAPы, которые, кстати говоря, в мини уже встроены в блокчейн, если что. Так что многое происходит, и это тот самый импульс, который накапливает Polygon, и на котором он собирается преодолеть 2023 год. Если все будет так, как планируется, то фундаментально проект развивается так, что следующий булран должен будет его вознаградить. Я уверен, что этот медвежий рынок убьет большинство ненужных альткоинов, которые ничего не решают или решают выдуманные проблемы. Но проекты, которые развиваются даже во время медвежьего рынка, должны пройти это медвежье очищение и стать бриллиантами. Следующая монета многих удивит, ведь она уже довольно старая. Но все-таки это манера. Приватная, децентрализованная криптовалюта, которая сохраняет все ваши финансы в приватности и безопасности. Среди всех монет, обеспечивающих конфиденциальность, манера имеет самые сильные позиции в реальном мире. Да уже то, что эта монета существует около 9 лет, если судить по графику, не обрушилась в ноль. Она выглядит даже лучше с Соланы. Говорит о многом. Как минимум о том, что время доказало наличие спроса на манера и принятие этой монеты в реальном мире, реальными людьми. Какое значение для вас имеет тот факт, что манера доминирует или, по крайней мере, имеет тенденцию к доминированию в Даркнете? Для меня есть две основные вещи, которые можно извлечь из этого. Первая заключается в том, что люди понимают потребность конфиденциальности. И, как правило, люди, которые обычно технически не подкованы, принимают именно манера. Второй важный момент, который вытекает из этого, заключается в том, что манера тщательно тестируют. Из-за способа ее использования, особенно на рынках Даркнета, к манеру растет внимание со стороны правительств и правоохранительных органов. И, несмотря на это, манера работает и работает очень хорошо сегодня. О предпоследней монете, ребята, мы уже когда-то говорили, но давай вспомним еще раз. Это Filecoin. Сеть Filecoin направлена на создание открытых сервисов для хранения данных и информации. Причем таких, которые не зависят от единого центра. По сути, ты можешь сдать в аренду место на своем жестком диске. При этом эти данные, которые ты будешь хранить у себя на диске, невозможно будет удалить или открыть. Добывать эту монету можно двумя способами. Например, сдавая в аренду свои жесткие диски. Таких манеров называют хранителями и они являются участниками рынка хранения. Второй способ добычи Filecoin это извлекать и предоставлять файлы пользователям за пределами блокчейна. Такие манеры называются получателями и участвуют они на рынке извлечения информации. Filecoin построен на основе межпланетной файловой системы, как они ее назвали. Запомни все это, потому что дальше об этом пойдет речь. Вот три основные возможности для развития Filecoin вне сети и две основные возможности для развития Filecoin в сети. Эти пять возможностей и являются основой стремлений Filecoin. Давай послушаем. На самом деле Filecoin направлен на создание открытых сервисов для данных. И вот на этой диаграмме вы видите пять основных функций Filecoin, в которых мы сейчас добиваемся успеха. Мы добились большого прогресса на рынках хранения данных. Далее мы прилагаем огромные усилия в области исследования и разработок для развития рынков извлечения. В основном для обеспечения возможности горячего хранения информации, а также качественного извлечения информации. Это действительно важно для раскрытия множества других возможностей использования Filecoin. И наконец третья off-chain функция. Это конечно же крупномасштабное вычисление данных. Кроме этого есть еще два важнейших протокола on-chain. Они значительно улучшают возможности, о которых мы говорили раньше. Первая функция это запуск виртуальной машины Filecoin Virtual Machine. Она по сути делает блокчейн Filecoin программируемым. И еще один протокол связан с IPFS, межпланетной файловой системой. Опять же сейчас над этим работают несколько рабочих групп и ведется активная научно-исследовательская работа. И эта работа направлена на то, как мы можем масштабировать Filecoin для того, чтобы перестроить существующие программы Web2.0 на Web3.0. Проще говоря, Filecoin стремится стать Web3.0 блокчейном. А знаешь, какая монета стремится сделать то же самое? Стремится стать Web3.0. Стремится построить инфраструктуру для Web3.0. Ну, конечно же, это Chainlink. Как ты относишься к Chainlink? Нравится ли он тебе? Напиши в комментариях. Мне лично нравится. Поэтому давай послушаем его создателя, Сергея Назарова. Он говорит интересные вещи о том, к чему стремится Chainlink. То, что Chainlink делает на очень раннем этапе нашей индустрии, как я искренне верю, обеспечит безопасность сотен триллионов долларов в ближайшие годы. Chainlink предоставит инфраструктуру для этого. То есть мы не делаем никаких приложений, не делаем блокчейны и так далее. Нет, мы предоставляем децентрализованные услуги. Так, в децентрализованной экономике есть приложения и их использование пользователями. Это называется DeFi приложение. Также в этой экономике есть основной код приложения, написанный разработчиком. Это называется смарт-контракт или набор смарт-контрактов на блокчейне. В App 2.0 мире есть сервисы типа Twilio, Stripe, Google Maps, GPS и ряд других примеров. Эти три примера, которые я только что назвал вместе с основным кодом, что могут создать? Ну, например, Uber. Поэтому, если у тебя нет Twilio для отправки текстовых сообщений водителям, если у тебя нет Stripe для оплаты водителям, если у тебя нет Google Maps, чтобы получать доступ к местоположению водителя, даже если ты напишешь лучший в мире основной код, ты не сможешь создать Uber. Потому что тебе нужно местоположение водителя, тебе нужно общаться с водителями, тебе нужно платить водителю. И это действительно то, что мы делаем в Chainlink. Мы даем это все. Поэтому все сервисы Web 2.0, сервисы Twilio, Stripe, Google Maps, все эти сервисы мы либо переделываем, либо изобретаем заново. Для того, чтобы смарт-контракты могли их использовать, потому что смарт-контракты не могут использовать их в централизованном Web 2.0 виде. Смарт-контракты не могут получить доступ к какой-либо внешней платежной системе. Они не могут получить доступ к каким-либо данным. Они не могут получить доступ к обычным приложениям. Они требуют, по сути, безопасного промежуточного моста. И этим мостом является Chainlink. Сейчас у нас более 800 сетей Oracle. Мы приближаемся к первой тысяче. И скоро, я думаю, у нас будут десятки тысяч таких сетей. И это означает, что вселенная сервисов, которые могут быть объединены разработчиками с основным кодом в децентрализованной экономике, будет продолжать массово расширяться. Когда-то в свое время такое расширение произошло и в мире Web 2.0 приложений. И мы получили огромный взрыв новых инновационных приложений. Таких как Uber, Amazon, Alibaba и так далее. Поэтому наша цель не создание конечных приложений, основного кода. Не создавать платформы, их очень много. Наша цель создать все децентрализованные сервисы, которые будут совместимы и программируемы. Итак, ребята, это были топ-5 альткоинов, на которые стоит обратить свое внимание в 2023 и 2024 годах. Пиши в комментариях свой топ монет, которые тебе интересны. Которые, по твоему мнению, вырастут в следующем Булране. Ну а меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok